приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами о том что нас ждет в феврале в игре мир танков какой-то получается у нас насыщенный по событиям месяц и так 1 февраля у нас много что произойдет уже произошло 1 февраля старт переноса трансфера аккаунтов неактивных игроков если вы так и не выбрали куда переносить аккаунт он сам перенесется если вы на ру регионе то он перенесется на ру регион если вы не в ру регионе то на и у регион все в принципе 1 февраля в 6 утра заканчивается боевой пропуск 39 царство я этот пропуск прошел танк получил улучшенный боевой пропуск покупал все награды тоже получил стиль который приносит голду получил по 5 голды каждый день получаю радости полной штаны в целом я какой-то разницы этого марафона и прошлых не сильно заметил как нужно было много играть так в принципе и остается возможно может кому-то показалось что не так уж много но когда 14 дней две недели ты играешь в стабильно высоком темпе то в общем и целом прям под конец уже немного устаешь что-то в этом боевом пропуске было этот прикол с 3d стилем который приносит голду может быть оно немножко лучше чем было но в общем и целом суть также много играешь получаешь танк и немного еще каких-то плюшек жаль что премиумный танк охо в общем стилистика мне всего боевого пропуска понравилось но танк финальный он конечно же плохой ждем когда его апнут ну и озвучка экипажа она просто ужасно не знаю почему разработчики не слушают своих игроков свою аудиторию и не сделали нормальную прикольную приятную озвучку а сделали какую-то муть от которой подташнивает а так в целом принципе пойдет если доработать озвучку и танк нормально и сделать 1 февраля в 12 мск вывод из регулярной продажи во внутриигровом и премиум магазине четырех премтанков объект 252у объект 252у защитник fcm 50t somo sm но я думаю те кто хотели уже купили эти танки поскольку они неплохие все кроме fcm 3 февраля всем мск начала второго конструкторского бюро в котором можно будет собрать себе танк леон про него мы уже поговорили в отдельном видео недавно в принципе если у вас очень много ресурсов вам нечего делать то это танчик можно собрать получить вряд ли он там будет какой-то сверх супер сильный он очень похож на что-то не очень у кого ресурсов нету кто не коллекционер кто сильно много в эту игру не вкладывается вы особо ничего не потеряетесь это корыто не получить так что не расстраивайтесь на каком бы вы танки не выехали в рандом вы все равно будете играть в картошку есть много хороших прокачиваемых танков лучше обратите свое внимание туда если не можете выкладывать такие огромные кучи ресурсов за так себе танки 6 по 13 февраля 19 трейд-ин в игре кроме обычных правил некоторые машины вы сможете впервые обменять без доплаты один к одному такого никогда не было это реально может быть интересным поскольку всегда трейд-ин был какой-то в ущерб и пользоваться им желания не было только если вы получили там как-то танк бесплатно то может быть какой-то и можно было сдать но особо то и хороший танк никакой и не возьмешь было бы прикольно если бы в трейд-ине можно было бы один хороший танк иногда менять на другой хороший танк чтобы раз в год допустим пересаживаться с одного хорошего прям танка на другой и оставалось желание играть в эту игру не покупая каждый год по нескольку новых прям танку потому что просто уже надоело играть на одном и том же хотя кому это выгодно 6 февраля в 12 мск закончится возможность купить тематический набор за золото боевого пропуска тридевятого царства честно говоря из-за этой озвучки не сильно то хочется даже в эти тематические наборы заглядывать озвучка просто ужасно но камуфляжики я себе купил на картинках они выглядят лучше чем на танках либо и танки не те какие-то маленькие подобрал ну в общем обычная мазня 8 февраля в 12 мск старт раздачи боевых задач на получение улучшенного оборудования и компонента для их наладки все-таки разработчики там исправили что-то что сами там что-то там не доделали и выдадут нам наконец-то это замечательное оборудование которое приведет к ускорению боев к отдалению старичков которые играют в песке от новичков новичкам в песке будет тяжелее играться против людей с всякими там новыми оборудованиями и так далее ничего хорошего от этого оборудования в принципе не жду может быть какой-то танчик конечно можно будет настроить и кайфануть от него лучше чем раньше но такое оборудование на имбовых танках ни к чему хорошему не приведет поскольку баланса в игре нет пихать в несбалансированную игру что-то сильное виде оборудования это какая-то фигня полная с 13 февраля 6 часов утра по 27 февраля тоже 6 часов утра ивент на гк боги войны 2023 там будет новый китайский тяжелый танк мы про него говорили в отдельном видео если хотите можете посмотреть также феврале первый общий тест 120 и 2 общий тест патч 120 поскольку это прям смена циферки 1 и 2 они какой-то там второстепенный физнет какой цифры то по идее это должен быть крупный патч чем-то внушительным они с циферкой дальности до врага союзника но и феврале написано что будет большое событие для вымывания золота но это наверное конструкторское бюро или речь идет о том что еще и караван сюда всунут в феврале хотят игроков вытрясти прям до последней нитки в марте нас ждет релиз обновления 120 в начале потом основной боевой пропуск 2023 года и 10 клановая потасовка принципе такие вот события на ждут феврале в начале марта пишите свое мнение в комментариях с вами был арчи карать красиво всем удачи и пока пока behold пока пока ждет пока ст